Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel. Меня зовут Александр Смирнов. Буквально несколько часов назад, в 19.37 по московскому времени, с Байконура была запущена ракета «Союз» с космическим аппаратом «Союз МС-13» на борту. Это пилотируемый космический аппарат. Прямо в эти минуты три космонавта летят к Международной космической станции. «Союз МС-13» должен пристыковаться к МКС в час 51 по московскому времени. В чем прикол? Сейчас период видимости пролетов Международной космической станции. И любители астрономии могут наблюдать по нескольку раз за ночь, как МКС пролетает по звездному небу. Например, сегодня у меня МКС можно наблюдать в 0.10 по московскому времени и в час 45. И это очень интересно, потому что в 0.10 мы можем увидеть МКС и «Союз» еще достаточно далеко друг от друга. Честно говоря, я даже не знаю, какое расстояние будет между ними. Предполагается, что «Союз» будет где-то в районе четвертой звездной величины. Но это не точно. А в час 45 будет оставаться всего лишь 6 минут до стыковки. И «Союз» будет очень близко с МКС. И я опять-таки не знаю, какое расстояние будет между ними и с каким увеличением нужно эту парочку разглядывать будет. Что ж, друзья, осталось всего лишь несколько минут до полета МКС. Я пошел готовиться. Посмотрим, что будет видно. Вот, смотрите, появилась звездочка. Я, честно говоря, сначала подумал, что это МКС вынурнуло из облаков. Но нет. Это тот самый «Союз». А МКС летела ниже. Вот, смотрите, появляется звездочка. Куда более яркая. Да, вот это вот и есть МКС. Вообще, честно говоря, я наблюдал прямо на дороге. И вот мне навстречу поехала машина. И мне пришлось свалить с дороги, чтобы, в общем, меня не сшибло. Поэтому вот такая картинка. Ну и вот видим, как эта сладкая парочка летит параллельно друг к дружке. Воу, ребята, бинго! Удалось помахать рукой космонавтам. Жалко, они меня не увидели. Но мы-то их задетектировали. Ура, товарищи! Это круто. И это наблюдение принесло сразу несколько открытий. Ну, таких локальных открытий для меня лично. Во-первых, я не ожидал, что они друг над дружкой полетят. Я думал, что «Союз» будет как бы догонять МКС. Но не тут-то было. Это первый момент. Второй момент. Как я и говорил, ожидалось, что «Союз» будет порядка четвертой звездной величины. Но по моим субъективным впечатлениям «Союз» был ярче. Порядка второй звездной величины. Ну, что положительно сказалось на наблюдении, на самом деле. Потому что четвертый-то слабовато для моего неба. У нас еще достаточно светло. Теперь рутина. Надо полтора часа ждать сидеть следующего витка. А на следующем витке у нас тоже несколько неизвестных. Ну, во-первых, виток будет крайне куцый. По той причине, что МКС полетит очень невысоко над горизонтом. Там, по-моему, всего 15 градусов в кульминации. Полет будет очень короткий. МКС достаточно быстро зайдет в земную тень. Ну, и главный-то момент в том, что я не знаю, на каком расстоянии будет находиться «Союз» от МКС. Ну, то есть, до стыковки будут оставаться всего лишь 6 минут. И, вероятно, они будут очень близко. Соответственно, какое нужно увеличение, чтобы их можно было разрешить на картинке, на видео? Не знаю. Честно говоря. Вообще, в интернетах мне вот сегодня встречалась информация о том, что нужно увеличение порядка 45 крат. Ну, вот я взял с собой объектив Rubinar 500. У него фокусное расстояние 500 мм. И эквивалентно, ну, так очень условно, это будет равно увеличению порядка 10 крат. Так что, вполне вероятно, что этого, может быть, и не хватит. Но результат я узнаю только, когда увижу. И если увижу, конечно, погода сейчас портится. Вот сейчас небо все заволокло, остались небольшие просветы. И, в общем, хорошо, что вообще смог увидеть первый виток. Но это вообще отдельная история. Опять я возвращаюсь к этой теме с погодой. Ну, вы все прекрасно видели сами уже по предыдущему моему ролику. Ну, вот это ведь не вся история. Например, вчера в 30 километрах от Вологды должен был наблюдаться транзит МКС на фоне Луны. И я ведь взял, да и поехал. Как кто-то в комментариях написал, что я псих, так оно и есть. И ведь, на самом деле, пока я ехал, были просветы небольшие. Луна даже появилась между облаками. Ее можно было наблюдать, ну, порядка двух минут. Но после она скрылась за облаками. И весь транзит я пронаблюдать не смог. Пришлось приехать 30 километров, посмотреть примерно, полчаса постоять и вернуться обратно ни с чем. Вот так вот. Сегодня результат уже лучше. И на этом спасибо. А смогу ли я увидеть второй виток, я не знаю. Пошел ждать. Ну, а чтобы не было скучно, поснимал Луну, как только она появилась в просветах. Снимал на Рубинар, тот самый 500-миллиметровый объектив. Заодно по Луне сфокусировался, чтобы перед пролетом МКС уже этим вопросом не заниматься. Все, час 45, и МКС улетела. И улетела она вот за теми вот облаками. Увы, второй виток у меня не был виден. Просветы были. И они и сейчас есть. И вон Луна, как видите, видна в облаках. Но МКС второй раз я увидеть не смог. Вот такова специфика наблюдений. И то, можно сказать, что сегодняшние наблюдения были удачными. Потому что МКС я увидел. Космический корабль «Союз» я тоже увидел. Черт возьми, вот смотрите, вот там просвет идет. Вот если бы сейчас МКС летела, увидел бы. Десяти минут буквально не хватило. Да. Ну вот, такова жизнь. Что ж, друзья, на этом я наблюдения буду заканчивать. Больше смотреть нечего. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я по традиции желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока. Партнер проекта – магазин «Планетарий». Для подписчиков «Астра Ченнел» скидка по коду 2019. Ссылка в описании. Ссылка в описании.